Всем привет! Обращаюсь ко всем, кто смотрит это видео. Если тебе нравится мой канал, нравится тема роликов, истории и озвучка, обязательно подпишись и поставь лайк под видео. Если каждый этими действиями поддержит канал, то до нового года мы достигнем отметки в 15 тысяч подписчиков, а может даже и больше, что было бы мега круто. Я уверен, что многие не пройдут мимо, поэтому благодарю всех, кто топит за бодряка. Ну а теперь истории, погнали! Это было много лет назад. Я работал в здании с более чем 20 этажами и пользовался лифтом каждый день. Что я ненавижу больше всего, это когда люди пытаются втиснуться, когда лифт уже заполнен до предела. И это происходило настолько часто, что моя клаустрофобия немного усилилась. Шли годы, я начал терять терпение по отношению к людям, с которыми сталкивался в лифте. Из-за этого становился более раздражительным. Однажды я, как обычно, рано утром пошел на работу. Подошел к лифту, нажал кнопку вызова и через несколько секунд двери открылись. Там уже были люди и свободного места оставалось максимум для двух человек. Вместе со мной и то, наверное, было бы тесновато. Я вошел и парень, стоящий рядом, уже хотел нажать кнопку, но вдруг мы услышали крик девушки, которая просила подождать ее и придержать двери открытыми. Затем из-за угла появилась молодая девушка. Она буквально бежала в нашу сторону с коляской, в которой, естественно, был малыш. Держала в одной руке стакан с лимонадом, который выплескивался то на пол, то на коляску. В другой руке она держала смартфон, прислонив его к уху и с кем-то разговаривая. Так как руки были заняты, она подталкивала коляску своим телом, и было заметно, что у нее это плохо получается. Я снова оценил место и понял, что абсурдно с ее стороны даже пытаться втиснуться. Между тем, она даже не посмотрела, достаточно ли места, и просто толкала коляску в дверной проем, видимо, полагая, что все расступятся. Дополнительная проблема была в том, что я стоял прямо перед ней. Двери снова начали закрываться, но я не двигался, блокируя вход. Я же, мать, начала с еще большей силой толкать коляску, упирая мне в ноги. И я сразу сказал ей, «Девушка, извините, но вы же видите, что лифт переполнен». Она дерзко ответила, «Двигайся давай! Мне только на третий этаж спуститься нужно!» Тогда я говорю, «Девушка, это никак не влияет на тот факт, что вы здесь не уместитесь, тем более с коляской». Тогда парень, стоящий рядом со мной, нажал кнопку, и двери начали закрываться. Я же, мать, заблокировала их и закричала в трубку телефона, «Подожди, подруга! Я сейчас разберусь, кое с кем, и мы продолжим!» После этого она начала орать на всех, кто был в лифте, и требовать, чтобы мы раступились. Я пытался объяснить девушке, что она не влезет в кабину, даже если все прижмутся к стенам, но все бесполезно. Двери опять начали закрываться, а она затолкала коляску так, что они снова открылись. Я услышал, как люди позади меня начали вздыхать и возмущаться, поскольку все опаздывают на работу. Тогда я не выдержал, протянул ногу и слегка оттолкнул коляску назад. Эта мамашка выглядела так, как будто на нее напали. Теперь я уже сам нажал на кнопку, и двери начали закрываться. Я же, мать, продолжила кричать и оскорблять всех, кто был в лифте, в результате чего проснулся ребенок. Хочу сказать, что эта ситуация и разбирательство длилось около двух минут. В связи с этим у меня вопрос. Не проще было дождаться другой лифт и спокойно спуститься без скандала. Я бы мог уступить место и поступить по-джентльменски по отношению к адекватной девушке. Но в данной ситуации уступать место типичной яже-матери, которая бежит с коляской, обсуждая с подружкой тренды цветов нижнего белья в этом сезоне, которая хамит и оскорбляет ни в чем не виноватых людей, я считаю, это перебор. Я работаю в известном в своем городе зоомагазине и делаю это на протяжении многих лет. В один из моих рабочих дней я занимался ремонтом резервуаров для замены воды в хранилище и чисткой водорослей. К нам вошли очередные клиенты. Это была девушка с ребенком, мальчику лет 6 на вид. Я, повернувшись, улыбнулся им и сказал, что если что-нибудь им понадобится, они могут позвать меня, и я с удовольствием проконсультирую их и помогу с выбором. Они улыбнулись в ответ и продолжили болтать. Большинство людей приходят к нам просто посмотреть на плавающую рыбу в аквариумах, и я не против этого. Через несколько минут я услышал, как ребенок начал громко стучать по стенкам аквариума и пугать рыбу. И с этого момента начинается моя история. Я подошел к мальчику и сказал, «Привет, парень, не мог бы ты перестать стучать по стеклу и пугать бедных рыбок?» И тут его маман, которая была неподалеку, услышав, что я запрещаю ребенку заниматься этим, говорит, «Эй, парень, ты, кажется, сказал позвать тебя, если что. Так вот, мы тебя не звали. Отстань от ребенка, он может делать все, что захочет. Я без тебя разберусь в том, что запрещать ему, а что нет. Занимайся своими делами и не мешай нам». Тут я понял, что это очередная я же мать, и мне предстоит еще много чего услышать. Тогда я ответил ей, «Простите, но мы отвечаем за состояние всех животных, которые есть в магазине, поэтому я должен попросить вас, чтобы вы объяснили своему чаду, что стучать и пугать рыбок нельзя по правилам магазина и по человеческим соображениям в первую очередь». Я же мать говорит, «Это всего лишь глупая рыба, и шум не причинит никакого вреда». На это я сказал, что она не права, и попросила ребенка прекратить нарушать правила. На мое удивление, я же мать все же согласилась на мои условия, и я ушел. Через несколько минут я почувствовал, как кто-то сзади ткнул меня в плечо. Я обернулся, и это была я же мать. Как только я повернулся, она сразу спросила меня своим писклявым голосом, «Что ты смотришь? Ты собираешься продавать мне рыбу, или ты решил игнорировать меня?» Я ответил, «Девушка, вообще-то вы меня сами буквально прогнали, чтобы я вам не мешал. Как я могу узнать, что вы выбрали, то, что вам нужно, и готовы сделать покупку? Что я могу для вас сделать?» «Ты слишком много говоришь, я заметила. Мой малыш хочет вон ту золотую рыбку». «Хорошо. Какого размера у вас аквариум, и как долго вы им пользуетесь?» «Наш аквариум объемом около пяти литров. Ему уже несколько лет». «Мне очень жаль, но ваш аквариум слишком мал для этой рыбы». «Хочу сказать вам, что это довольно экзотический вид рыбы, и она требует особых условий содержания и ухода. Ей будет тесно и некомфортно там, и долго она у вас не проживет в таких условиях». И тут она как с цепи сорвалась и начала кричать на весь магазин. «Это всего лишь гребаная рыба, и мой сын хочет, чтобы я купила ее и отдала ему!» «Что ты меня тут учишь и рассказываешь мне весь этот бред?» «Тогда я ответил. Простите, что не могу продать вам ее, и попрошу вас не кричать на меня. Если вы собираетесь и дальше так разговаривать, мне придется попросить вас уйти. Тогда я же мать заорала во весь голос. «Слушай, ты вообще здоров? С тобой все нормально? Отдай мне мою чертову рыбу, или я пожалуюсь твоему руководству!» «Я не продам вам ни одного животного в этом магазине. И вы должны уйти сейчас же!» В итоге она начала бросать в меня каждый товар из своей корзины. Корм для рыбы, пластиковые кораллы и украшения для аквариумов. Она выглядела еще злее из-за того, что мне удавалось увернуться от летящих упаковок, которые она кидала. Когда корзина опустела, она бросила и ее. К счастью, от корзины я тоже увернулся. К этому моменту я был окончательно раздражен и пригрозил вызвать полицию, если она не уйдет. Она кричала еще несколько минут, а затем все же собралась на выход. «Уходя из магазина, она сказала, что сделает все, чтобы я потерял работу. Но мне было плевать, что она бубнила себе под нос. Однозначно, я был прав в этой ситуации, и переживать мне было не о чем. От руководства в дальнейшем я не слышал никаких предупреждений и замечаний об этом инциденте, и по-прежнему работаю в этом магазине. К счастью, я никогда больше не пересекался с этой яжматерью». Я до сих пор под впечатлением. В первый раз встретила такого яркого представителя этого племени вчера в самолете Афины Киев. Мадам вошла в самолет практически последней. При ней двое детей. Примерно двух-трех лет девочка и мальчик лет 13-14. Ненакрашенная, в леопардовых лосинах, с кучей кулечков, сумочек, из которых периодически что-то выпадало. Первым делом мадам громогласно объявила стюардессе, что у нее маленький ребенок, а места в бизнес-классе свободны и нужно ее пересадить именно туда. Стюардесса отказала. Мадам небрежно усадила ребенка в кресло, и он начал орать. Потом она долго распихивала свои кулечки и сумки. У нее не было куплено отдельного места для маленькой дочери, а на коленях ее держать неудобно. Поэтому я же мать практически в ультимативной форме потребовала пожилую даму в ее ряду пересесть на любое свободное место. Иначе, как она сказала, вы весь полет будете терпеть этот кошмар с ором ребенка. Но свободных мест не было, и мадам распсиховалась окончательно. Взлетели. Она пустила ребеночка побегать по самолету, а сама сидит. Ребенок постоянно дергает других пассажиров, забегает к стюардессам за перегородку. Пассажиры делают замечания за замечанием, но она не реагирует. Моя дочка шести лет только заснула. Но в этот момент я же матери понадобилось что-то, и она со старшим ребенком начала искать это что-то в многочисленных кулечках, громко переругиваясь на весь самолет. При этом к ребенку она обращалась исключительно фразой «Ты шо, больной?» Все это сопровождается причитаниями о том, как люди не понимают, что она с детьми. Я в очередной раз попросила не кричать ее, потому что мы сидим рядом, и у нас спит ребенок. После этого очередное замечание прилетает ей от стюардесс, и мамаша дергает ребенка за руку, а тот опять начинает орать. В довесок ко всему этому я же мать, сидя возле прохода, расстегивает блузку и начинает демонстративно кормить ребенка грудью. И этот дурдом продолжался все два с половиной часа полета. Раньше я думала, что все рассказы и анекдоты про яж матерей – это сильное преувеличение. Но сегодня ночью я поняла, что все это правда, и что такие неадекваты живут среди нас. Благодарю за просмотр! Если у тебя есть интересные истории из жизни, обязательно поделись ими в комментариях. А сейчас предлагаю посмотреть другие, не менее интересные видео, которые ты, возможно, еще не смотрел. Всем удачи, ребят, и пока!